Да, мы выехали в Европу, будем здесь строить сеть потихоньку начинать. Город оккупировали сразу же, да? Какая война в 5 утра, вы что? Там стреляют, у нас по аэропорту по Чернобайскому ударили. С чем ты столкнулся, покидая Херсон? С 5 утра тупо колонна в 2000 машин становится и поехали. В пивных магазинах мы вообще на кранах поставили молоко и вместо пива молоко разливали из местного молокозавода, чтобы оно тоже работало все. В первые дни с легким привкусом хмеля, да? Друзья, привет! Это продолжение наших хваповых эфиров. К сожалению, в современном мире невозможно встречаться только в офлайне, поэтому мы будем делать это периодически в онлайне. И сегодня у меня очень классный собеседник. Это Александр Задирей, сооснователь Форелис. Это человек, Саш, привет, кстати. Привет. Если ты помнишь, с тобой вышел последний ролик на мирном, скажем так... Последний счастливый ролик, да. Классный ролик 9 февраля, за 2 недели до начала войны. Это было последнее видео в истории мирной Украины, скажем так. Вот. Но это как бы мы сегодня... Очень хочется поговорить с Сашей сразу о многом. Во-первых, Саш, ты же из Херсона сам. Да. Я тебе говорил, мне очень хочется узнать... Мы с тобой созванивались пару раз, когда ты был в оккупированном городе. Расскажи немножко о том, как ты жил в это время. Почему ты... Ты же был в Ки... Ты жил на 2 города. Ты жил в Киеве, ты жил в Херсоне. Почему ты решил... Где ты был 23 февраля, и почему ты решил остаться в Херсоне в это время? Ну, как раз 23 февраля я был в Херсоне. 20... Если я не ошибаюсь, 21 числа мы подписали первую франшизу. Как раз продали первую франшизу. Я не верил в тот момент, что вообще может быть война. Ну, как в 21 веке война. Ну, вы что, да? Ну, не средневековье. Оказалось, что не казалось. И как раз в этот момент я был в Херсоне. И хорошо, потому что в Херсоне была семья. Я не знаю, как бы было, если я был в Киеве. Это было бы, конечно, уже тяжелее. Наверное, пришлось бы туда лететь оперативно. Но у нас вообще захват территории происходил очень быстро. Потому что, когда война только началась, то 24 числа уже оккупант уже зашел на нашу землю. Они уже были на Антоновском мосту. А я живу буквально там в пяти километрах от этого моста, через который они наступали. Там были бои. Там были такие страшные бои, что мы, знаешь, не знали, что делать. Ну, мы же все не были в такой ситуации никогда. Первый день, да. И мы как раз несколько дней тогда сидели в подвалах. Хорошо. Да, это потом уже, знаешь, как-то, ну, привыкли к этим, когда уже стреляют, уже к этим звукам, ко всем, да. Ну, в любом случае привыкаешь, да, когда оно где-то бахает со стороны. Ну, что хочу сказать. Ну, страшно это все. Страшно. Я 45 дней просидел в Херсоне, уже после мы выехали. Просидел, ну, до того момента, пока я нужен был своему бизнесу, потому что, знаешь, есть антикризисный менеджмент, да, есть менеджмент военного времени, о котором, наверное, скоро начнут писать книги, которого нет, да, то есть. И как вообще действуют в военной обстановке. Потому что наши магазины, они из магазина рыбы, морепродуктов, суши, они превратились в магазины просто всего. От бытовой химии, да, до мяса и всего остального заканчивая. Ну, главная цель была не остановить работу, чтобы люди были, зарплаты, чтобы как-то предприятие функционировало. То есть это была основная цель. Извини, я не ради хайпа, опять же, просто мне очень хочется понять мышление именно предпринимателя, который оказался вот в такой ситуации, в которой оказался ты. Как ты действовал? Ну, то есть тут хочется откровенно. То есть был ли момент, вот, там, паники, непонимания, что делать, да, наверняка был. Вот. Как ты действовал дальше? То есть как вы это, ну, то есть чуть-чуть подробнее о том, как вы строили эту, можно назвать, работу, да, в таких условиях. И ради чего вы это делали? То есть, ну, только ради поддержания людей или просто потому, что не знали, чем еще заняться? Нет, да, конечно, момент паники был. Я помню этот день, первый день, когда началась война, мне позвонила моя управляющая, говорит, Сергеевич, война, какая война в 5 утра, вы что, там стреляют, это у нас по аэропорту по Чернобаевскому ударили. И я тогда в первом... Знаменитый, знаменитый Чернобаевск. Да, уже там, по-моему, 20-0, если не ошибаюсь, да. И я тогда первый день выехал еще. Хорошо, что я с вечера заправил машину, у меня был полный бак, выехал. Я смотрю, что, ну, паника, паника, непонятно, что происходит. Я, во сколько, в 6 утра я был в АТБ круглосуточном, и там уже стояла такая очередь, что, ну, знаешь, действительно было страшно. Я заехал за детским питанием, потому что у меня детки маленькие, им необходимо детское питание, они там определенно едят только нутрилом. И пока я шел на кассу КТБ, у меня уже было там 3 тележки всего, да, потому что я понимаю, что это, наверное, затянется, да, смотря на людей, которые выгребают просто все. То есть паника в городе была ужасная. Все за бензином, кто куда, кто выезжает. Как бы, и, ну, ничего, после этого собрались, и там мы с местными партнерами, мы встретились тоже, и с командой встретились. Ну, ничего, по-моему, подожди, мы, по-моему, первый день не выходили даже на работу, мы несколько дней не работали. По-моему, это 2-3 дня мы не работали. Потом, когда оно все чуть-чуть как-то уже более-менее успокоилось, было понятно, мы тогда открыли магазин. А что в это время происходило в городе? То есть я просто, ну, не успевал запоминать там хронологию событий по всем городам, потому что в каждом городе какая-то была своя история, своя драма или там своя, ну, в общем, своя какая-то история. И что происходило у вас? То есть у вас город оккупировали сразу же, да? Да, в первый же день, да. Они в первый день зашли. Не, знаешь, именно оккупировали они его как-то в течение дней, наверное, 10. Они зашли к нам, пошли на Николаев, там, в Николаеве получили, да, потом они опять что-то на том мосту 2-3 дня они крутились. Ну, по-моему, дня с 10-го они только уже окружили город, они зашли и начали зачистки. Ну, зачистки, в прямом смысле слова, это жесткие были, потому что у нас сиреневый парк, в котором было, ну, не знаю, может, человек 100 было местных там активистов авторобороны, их просто-напросто расстреляли всех крупнокалиберными пулеметами. Я не знаю, ну, за что просто вот... Там, насколько я понимаю, пацанят даже оружия не было, да, у них были там какие-то коктейли молотова, палки, но я надеюсь, что ответственность понесет тот человек, кто их, знаешь, промотивировал выйти в этот парк, да, потому что, ну, нельзя против армии вооруженной выходить. Ну, а вообще, по большому счету, город... У меня такое чувство, что вообще город сдали, да, то есть, почему, если все знали за войну, то, что будет война, почему не подготовились, почему не было каких-то оборонительных рубежей, у нас там же весь этот Северокрымский канал идет, система орошения, ну, так можно же было это все предупредить. Ладно, ну, наверное, не об этом, да, наверное, все-таки есть ситуация в городе, ну, в городе что, в городе паника, в городе непонимание, все боялись выходить, никто не знал, как действовать, все сразу очень сильно взлетели телеграм-каналы, любое сообщение просто разлеталось, только какой-то телеграм-канал, ну, знаешь, наверное, в мирное время сказать, это просто, ну, для разгона телеграм-каналов, это очень хорошая история, ну, я имею в виду в мирное время, телеграм-каналы за день, за два набирали по 5-7 тысяч подписчиков, просто вот так вот резко раз, и у всех непонимание, каждая новость ловилась. Знаешь, что вот было, мне вот, когда мне еще было страшно, так у нас выключили мобильную связь, мобильную связь и интернет. Выключили ее первый день, по-моему, часов, не первый день, а, ну, там, в течение, там, да, вот срока, когда уже русские зачищали город, не знаю, оккупировали, не зачищали, оккупировали город, да, я бы сказал, там, то не было часов 5 связей, мы не знали, чего ждать, потому что взрывалось, ну, вокруг абсолютно все, там, торговый центр они взорвали, рядом возле меня недалеко они, там, в дома стреляли, машина рядом была взорванная, то есть управление бывшего завода ХБК, то есть это все, ну, это недалеко возле меня, там, где я живу, ты представь, мы сидим, не связывая ни интернета, оно все бахает, мы не знаем, чего ждать, мы насмотрелись видео, которое было, там, Гастомель, Ярпинья, Буча, да, то, что там они просто расстреливали все на своем пути, мы не знаем, чего ждать, мы не знали. Как, у тебя были друзья, предприниматели, вообще, бизнесмены в городе, то есть как они себя вели, что они делали, бизнес работал, не работал, убежали? Все очень по-разному, кто-то выехал, кто-то остался, кто-то продолжал работать, кто-то из своих предприятий получал, как бы, ну, старался как-то их, ну, вот, как мы, да, мы в магазинах начали продавать мясо, крупы, мыло, масло, и при том, что мы продавали, там, без особого повышения цен, да, сильно выросла закупка, но мы, там, делали небольшую наценку, это продавали, может, кто-то и думал, что за счет этого всего мы, там, наценяли, нет, мы не наценяли, у нас не было задачи на горе заработать принципиально. В пивных магазинах мы вообще на кранах поставили молоко, и вместо пива молоко разливали, там, с местного молокозавода, чтобы оно тоже работало все. Мы... В первые дни с легким привкусом хмеля, да? Да, да, да. Первые, да, первые дни мы вообще пекли хлеб. Я видел. Я, кстати, вот именно почему-то это запомнил, ты много это публиковал в сториз, что вы пекли хлеб, то есть вы превратились, по сути, из магазина рыбного в пекарню, то есть то, что нужно в первую очередь. То есть рыба, я так понимаю, не пользовалась особым сейчас спросом в то время, да? Ну, рыба быстро закончилась. Ну, то есть вот насколько можно быстро поменять бизнес-модель, да? Тут тоже, да, тут даже, знаешь, как бы тут было о том, что надо как-то выживать, да, надо как-то давать работу, не останавливаться, потому что остановиться – это самое худшее, что может быть. Мы остановились в Киеве, и, ну, тяжело восстанавливаться сейчас. Мы раскачиваемся понемногу, как бы это сложно очень. Ну, мы поговорим еще, что происходит сейчас. Хочется еще вспомнить эти первые дни, потому что, ну, это для истории на самом-то деле, потому что мы в такой ситуации, ты прав, никто из нас не был. И у каждого предпринимателя своя была какая-то судьба, поэтому очень хочется поговорить о том, как ты это видел, как ты это зафиксировал. То есть вы там были, сколько ты сказал, 45 дней, да? 45 дней, да, мы были, да. 45 дней. Сейчас магазины… То есть, давай так, когда ты уже понимал, что ты, ну, покидаешь этот город, да, сейчас, вот, поговорим тоже об этом, ты, просто что, заканчивались люди, заканчивалась еда в магазинах, или они продолжают еще работать там? У нас остатки остались, мы там буквально пособирали все с баз, пособирали все с баз, да, то, что можно было. И, ну, как бы продолжаем работать потихонечку. То есть, ну, там у нас товара уже минимально осталось на самом деле. У нас были там свои запасы хорошие, да, плюс мы еще брали. Мы очень много муки взяли. То есть мы, я же говорю, я понаходил всех местных производителей, которые только можно понаходить, с кем раньше я работал, общался, дружил. Я же говорю, у нас, короче, на остатках как-то протягиваемся. Сейчас товара там фактически уже не осталось. Как происходило взаимодействие, назовем это так, с оккупантами? Да никакого с ними взаимодействия. Какое с ними взаимодействие? Вас они не трогали, да? Ну, можно сказать, нет. Я не буду там комментировать там остальные вещи, да, которые происходят в городе, как бы, но на тот момент не приходили. То, что они там все говорят, и то, что они хотят и бизнес там как-то там переписать, и жилье там переписать, ну, как бы, много ходит информации, непонятно, это правда или нет. У тебя там много активов осталось? Квартира, да, магазины? Все осталось, да. Все, что было построено в течение 10 лет работы, осталось, конечно, очень много всего. А ты сам же из Херсона, ну, то есть ты родился в этом городе? Ну, я не родился, да, я родился в другом городе, но в Херсоне вся прошла моя сознательная жизнь. Я поднимался там с нуля, я там строил одно предприятие, второе, третье, то есть, ну, там прошло все, да, то есть для меня Херсон – это родной город, это, знаешь, там в Киеве, да, я там последний год был, но Херсон – это родной город, и это город, куда тянет очень сильно. Ты как? Ты мысленно с ним попрощался или нет? Ну, как тебе сказать? Для, наверное, какого-то, может, своего внутреннего успокоения, да, чтобы не думать, что вот, завтра приедем, да, там что-то. Когда ты с чем-то мысленно прощаешься, тебе становится легче. Но я знаю, что я вернусь в этот город, потому что там, ну, во-первых, там прошла вся жизнь, там очень много чего настроено, да, там много чего сделано. И, ну, я уверен, что вернусь, как бы, ну, а там жизнь покажет. Знаешь, сейчас вот еще такой момент тяжелый, да, я не знаю, как у тебя, но я, допустим, не могу планировать далеко ничего. Я пытаюсь что-то планировать, я понимаю, что это все такое только, там, да, месяц максимум, вот месяц максимум, там, здесь, на месяц мы дали, я знаю, что будет ближайший месяц, потому что мы сняли квартиру здесь на месяц, да, я понимаю, что месяц будет тут, буду тут. Как будет дальше, я не знаю. То есть обстоятельства, они зависят не от меня абсолютно, и... Да. Ну, я думаю, такая ситуация у всех. Поэтому, если кто-то говорит, вот, мы тут уже распланировали, там, на 10 лет вперед, ну, а что вы планировали? Тут вы завтра вернетесь назад, там, как бы, а там все поменяется. Там уже не та страна, которая была раньше, там уже или возможности, или нет, или, наоборот, их появилось много, да, потому что восстраивать надо страну, да, или, наоборот, ну, не знаю, честно, не знаю. Поэтому я люблю говорить, да, в этом плане прямо. Скажи, пожалуйста, ты веришь в то, что Херсон освободят украинские войска? Ну, я не хочу верить в другое. Скажем так. Не хочу верить в другое. Ну, сейчас предпосылки реальные есть для этого? Ну, собирают оружие вроде как. Ты же понимаешь, если смотреть глобально, да, ну, тот же Лендис, который дали, да, ну, это серьезный шаг. Это же просто так не делается ничего. И в этой войне в любом случае будет победившая сторона и проигравшая сторона. Когда подключился весь мир, ну, я думаю, мы с тобой догадываемся, да, какая сторона будет проигравшей. И, ну, он тоже будет переть до конца. Он будет переть до последнего солдата. И будет рассказывать какие-то истории свои, ну, как это было там в Германии, да, о нации, о защите языка и о всем остальном, о чем только можно говорить, лишь бы люди шли, знаешь, в какую-то там, не знаю, святую идею России, что ли. Но они тоже, я так смотрю, уже начинают понимать, что тут их и не ждут, и тут их ложат пальчиками, поэтому. Херсон на текущий момент является крупнейшим захваченным, оккупированным городом в этой, в этой, да, войне, да, там, в 14-м году, понятно. Мы все помним. Ты веришь в то, что будет вот это вот ХНР, да? Я не верю в это. Для этого должен хоть кто-то идти и голосовать за это, да, как это было сделано в Донецке, как это было сделано в Крыму. Но у нас люди все против, все. Я не знаю, может, там какие-то проценты, процента 2-3, которые это поддерживают. Я думаю, тут будет какой-то другой сценарий они рассматривают. Возможно, присоединение напрямую к России, да, или, как они говорили, мы сделаем тут Крымскую какую-то, Крымскую область, присоединим Запорожье, Херсон с Крымом сделаем, да. Ну, они это будут делать насильно. Делы по волеизъявлению народа, но никто не будет это делать. А когда они привезли гуманитарку, еще хочу такой момент добавить, вот они приехали на своих фурах, привезли гуманитарку, всего несколько человек, несколько человек, и то, я думаю, что это артисты какие-то были, приходили, брали эту гуманитарку. Да, потом, когда уже стало тяжело, когда уже людям действительно нечего есть было, а потому что в Херсоне там катастрофа продовольственная, это хорошо, у кого есть там и мужья-моряки, какие-то деньги могут перечислить, да, они пойдут себе где-то что-то найдут, купят. А не обеспеченные слои населения, да, это же вообще, это беда, просто беда. Конечно, потом они уже со временем стали ходить, потому что людям просто ничего есть. У тебя остались близкие друзья там в Херсоне? Ты знаешь нас? Все, да, я постоянно с командой созваниваюсь, да. Один из магазинов мы закрыли, один, походу, мы скоро еще закроем, то есть, ну, потому что уже заканчивается все. Слушай, я вот читал, по-моему, сегодня или вчера историю, что заставляют платить уже на российские счета электроэнергию. Вы куда платите электроэнергию? Или не платите? Да нет, не заставляю, они еще пока не заставляют вроде. Мне еще пока пришел, да, особо был энергосчет, да. Ты с самого начала понимал, что ты не будешь оставаться в Херсоне, или была еще надежда на скорый конец этой всей? Была, конечно, надежда, была надежда, поэтому и не выезжали. Была надежда, но мы выехали почему-то, основная причина это мои дети, маленькие дети, у которых заканчивалось питание, то есть я их не мог там посадить условно там на борщ, да, там есть, у них еще года не было, и у них там у нас определенное питание только. Мы до войны этим всем закупили, затарились, памперсами, питанием, да, и уже после, когда мы понимаем, что уже его нет, да, что там заканчивается, ну, уже надо выезжать уже. Тяжело было, знаешь, тяжело было принять решение, и выехать, и, как бы, и остаться, знаешь, как и уехать надо, и остаться хочется, да. Я знаю, в тот момент примерно, как я понимаю, ты выезжал, были сообщения о том, что это непросто сделать, или сразу после, я не помню, что там останавливали, потом, что требовали денег. С чем ты столкнулся, покидая Херсон? У нас было несколько дорог для выезда, только одна дорога открылась через Станислав, сразу туда поехали все, поехали колоннами, и причем колонны это по тысячу, по две тысячи машин, то есть люди только ждали, что появится дорожка, сразу выезжали. Начинали искать перевозчиков, кто перевозит, появилось много перевозчиков, которые, ну, тоже на свой страх и риск везут людей, то есть за ним пристраивается колонна, он едет, и он знает дороги, потому что по той дороге, которой мы выезжали, и по ней в жизни никогда и не ездил. Да, это вообще была там дорога через Снегиревку. И вот у нас первая была волна выезда, и это тоже такой, знаешь, страшный такой момент, потому что ты понимаешь, что с города выезжают все, и у тебя начинается жуткая паника, город покидают все, и ты видишь, как каждый день меньше машин на дорогах, каждый день пустеет, и, ну, вот этого тоже, знаешь, становится страшно где-то. Вторая, мы уже под вторую волну попали, когда выезжали все, да, но мы так чуть-чуть подождали, потому что, Вик, давай, я говорю, подожди, посидим чуть-чуть. Просто те ребята, которые выезжали первые, но на вторую волну, в 5 утра они выезжали из города, и в 6 вечера они только были в Николаеве. То есть ты представляешь, это 12 часов, да, 12-13 часов, а не только доезжали, когда в обычный ты мирный день нужно доехать за час. Потому что блокпосты, все проверяли, все шмонали. Потом как-то одно время они вообще перестали шмонать. Вот мы, когда мы выезжали, нас там 3 или 4 блокпоста, мы просто проехали. Ну, ты представляешь, с 5 утра тупо колонна в 2000 машин становится и поехали. Когда были снегеревки, да, мы там были и мост проезжали, там уже нас допрашивали. Лично у меня там один из орков смотрел телефон очень долго, искал что-то, пытался найти. Как бы, ну... Что нашел? Ничего не нашел, потому что мы все же все удаляем. Телефон не забрал, да? Нет, телефон не забрал. Ну, ты знаешь, я тебе так скажу, да, довольно был дружелюбен, как бы, и тоже он не понимал, что он вообще сюда приехал, да. Ну, приказ есть приказ, мы приехали. А откуда он был? Он в Славянской был наружности? В Дагестан. В Дагестан, Кавказец. Да, да, да. Ну, вот этот был, ну, довольно-таки адекватный. Мне рассказывали разные истории. И раздевают, и грубят, и там, и чуть ли не автоматы наставляют. Ну, разные были. Ты говорил с ним, пытался понять его там, откуда он, куда? Да, мы разговорились. У нас так получилось просто, что пропускали частями, и на одной машину мы ее остановили как раз. Вот моя машина была, последняя проехала, и моя первая была на следующий, типа, выезд, да, там, по 20 машин. Минут 20 мы общались с ним. Ну, он рассказывал Дагестан, говорит, у меня сын родился, что мы сюда приехали, мы не понимаем, зачем оно тут нам надо. Тут нас накрывают, тут нас обстреливают смерчами. Ну, так, ну, что вы сюда приехали, да? Ну, в принципе, дальше спрашивали документы постоянно, смотрели документы, как бы, ну, мы проехали нормально. Когда мы уже выехали на украинскую территорию, конечно, это чувство, знаешь, такой благодарности большой к украинским военным, которые стоят. И при том, что если у них армия стояла, вот те блокпосты, которые мы были, мы видели, да, там, непрофессиональная армия, да, то, что когда говорят, там, вот, русская армия, там, бомжи, там, ну, не бомжи, там, да, воюют, там, довольно экипированная профессиональная армия воюет. Это бомжи, это вот эти, которые там с ДНР, с ЛНР, там, да, вот их взяли, да, покинули, условно, наших же... Да, Моня, или как его там называют, этих... Наших же, условно, украинцев, да, да, наших же братьев против нас же и кинули, получается, если так, по большому счету, там, донецких и луганских. Вот они, да, они, конечно, там, такие потрепанные, а те стояли довольно экипированные, такие препараты. То, когда на украинскую территорию мы проезжали, то разные люди, и мужики, там, по 50 лет, видно, что, знаешь, он пришел защищать страну, там, потому что, там, за позовом сердце, да, и там, и солдаты такие профессиональные уже стояли, разные были, как бы, мы там проезжали, им раздавали всем, там, сахар, чай, то, что такое, ну, знаешь, вот предупредили, там, что можно своим раздавать, ну, не, не оккупантам, своим, именно своим, да. Я понял. И они тоже говорят, нам ничего не надо, нам, у нас все есть, да, и нам, кстати, даже давали, там, мы детям увидели дети, апельсины давали, печенье давали, как бы, ну, знаешь, как, а такая сплоченность народа, такой дух, дух народа, очень такой сильный, конечно. Большой был промежуток между этими армиями? Ну, наверное, километров, километров 15, наверное. Мы только выехали за Снегирев, что километров 10-15 уже наши стоят. Очень большое чувство прям радости, когда наших видим, знаешь. Ну, ты тут не передать, когда ты сидишь в оккупированном городе, это не передать просто, да, это чувство, особенно, когда мы проехали Николаев, который еще там обстреливали, да, когда много блокпостов, и все равно там чувствуется, знаешь, дух войны такой сильный, потому что много блокпостов, много чего закрыто, знаешь, тут обстрелы какие-то, и мы уже выехали за Николаев в Одессу на трассу, и просто вот это чувство свободы безмерная, когда ты просто готов лететь, знаешь, потому что в Херсоне, ну, тут, ты как, знаешь, как под сапогом просто сидел. То есть где ты выдохнул уже? За Николаевом, за Николаевом. За Николаевом. А еще я приехал в ресторан «Рыба», один из моих любимых ресторанов в Одессе, и просто, когда там все есть, просто, это просто кайф. Ты зашел в ресторан, ты заказал себе, море смотришь, шумит. Ну, непередаваемые чувства, ровно сомнели, непередаваемые. Слушай, у тебя достаточно хорошая машина, Мерседес, на нее не... Я слышал историю, когда забирали машину. А я же на ней не ездил. У меня вообще история с Мерседесом. У меня полтора месяца стояло, и перед выездом, пока я грузил чемодан, и у меня с вечера вздох аккумулятор, потому что машина не ездила. Ты прятал ее, да, на всякий случай? Да, ты еще ее не толкнешь. Да, это как бы автомат, и мы... Восемь вечера, комендантский час, я не знаю, что делать. С моего дома, там, где я жил, там выехало много людей уже. И слава богу, там нашлась соседка, у которой был аккумулятор, мы поставили на ночь. И я кнопку старт-стоп, я просто скотчем заклеил, чтобы, не дай бог, ее не заглушить. И я всю дорогу с Херсона до Одессы ехал заведенный. Ну, я даже не глушил на блокпостах, они меня глушили. Не-не, ребята, я не заглушу, потому что трактором будем тянуть. Ну, я не знаю, ну, как оно, знаешь. Поэтому, ну, доехал, слава богу. Слава богу. Ты сейчас в Европе. Да. Как ты планируешь дальше строить? Опять же, я слышу, да, там, месяц максимум, но все-таки есть же какие-то надежды, есть же какие-то мечты, есть же какие-то, ну, хоть что-то. Вряд ли это на месяц. Ты все-таки думаешь, как вы планируете строить. Ты сейчас больше веришь и занимаешься проектом Форелис, да? Да. Планы это такая более приземленная вещь, да, когда я говорю, что, ну, вот мы точно, я знаю, что мы здесь месяц, потому что мы проплатили квартиру. Если в течение этого месяца мы там делаем какие-то шаги, что-то где-то сдвигается, да, то мы остаемся еще на месяц или на два. Как оно будет дальше, я не знаю. Что в мечтах? В мечтах, да, мы выехали в Европу, будем здесь строить сеть потихоньку начинать. Знаешь, это моя мечта, потому что в этом году мы планировали выйти в Европу. У нас было запланировано выход, ну, наверное, не такой ценой, да, не ценой войны, а уже когда благоприятная ситуация, привезти инвестора, к примеру, из Польши в Украину, показать работающую модель, как оно все классно, вот давайте откроемся, мы поможем. Ну, как это должно и быть, да? А не так, когда мы с чемоданами из Украины бежим, да, и мы приходим, рассказываем, что мы будем строить компанию здесь у вас в Европе. Ну, наверное, все-таки это ситуация внутреннего настроя, потому что, побыв здесь, в Хорватии, я вижу, что такого, как у нас, у них вообще далеко нет. То есть, они от нас остали лет еще, наверное, на 15. И при том во всем. И при том во всем. В ритейле, в IT, в обслуживании, в сервере, во всем абсолютно. Давай об этих особенностях рынка поговорим, это очень интересно, как ты это видишь. Я хотел все-таки зафиксировать, мы перешли из этой вот истории жизни предпринимателя к истории, как бы, бизнеса. Напомни, пожалуйста, цифры, там, точек открытых на, там, по состоянию на 23 февраля. Сколько было у тебя форелисов? Ну, если взять Херсон, Киев, 15 локаций все вместе. 15 локаций. Я просто помню, мы с тобой это знакомы уже, ну, какое-то время, и сделали проект, запустили франшизу, анонсировали ее накануне войны. Но ты очень динамично рос. Я прям восхищался, если честно, вот так, как ты. Да мы тут новую локацию открываем, новую, новую, тут нашатару ставили. Потом мы снимали с тобой, я забыл, как эта улица называется. И ты прям, ну, вызывал у меня ощущение такого активного, очень успешного. И действительно, у тебя получалось это. Выросли хорошо. И в этот момент, как я говорю часто, наш поезд врезался в бетонную стену, да? То есть весь бизнес, все-все перестало там в какой-то момент существовать. Я вижу, что ты держишься, молодец. Сейчас сколько точек работает, давай. Сейчас, давай, за Киев скажу. Мы сейчас пятую точку открываем. Мы вообще где-то... Возобновляете, да? Как бы не открываете новую? Да, месяца полтора мы стояли. В Киеве мы открываем сейчас пятую точку, возобновляем. Значит, и у нас еще есть две локации, они вообще в процессе стрейдерства, да? Которые мы будем потихоньку начинать и думаем сейчас, как начать. Потому что за период простоя у нас очень много и порчи товара, и большие убытки у нас. Ну, я думаю, те, кто работает в общепите, они меня понимают, о чем я говорю, да? Особенно рыба, да? Особенно рыба. Да, это вообще, это беда с этой рыбой, конечно. Любой день простоя, это все, и порча, и аренды, и зарплаты, и все. И те долги, которые были, знаешь, тяжелая, конечно, ситуация. Сейчас возобновляем пятую. Из, ну, из 11 точек. Из 11, да, возобновляем пятую. Потихоньку дальше будем смотреть. Одну точку у нас вообще в ретро-виле, да, ракеты попало в торговый центр. Ну, вроде там, где наша часть, она жила более-менее. И вроде, как обещают, на август или сентябрь они возобновить торговый центр. То есть нам там такой небольшой порядок, какой надо привести. Да, я сегодня читал новость, что они начали, приступили уже к восстановлению. Компания, которая управляет. То есть твоя точка не пострадала, насколько я помню, ты писал. Ну, глобально нет. Ну, попадали потолки, боли, балера поотлетали, которые были, там, плитка поотлетала, да, от взрывной волны. Ну, в целом оно нормально. То, что планируем сейчас, да, будем, как говорится, мечты превращать в реалии, да, и будем строить потихоньку компанию здесь. Давай об этом поговорим. Извини, да. Давай об этом поговорим, потому что вот это, как бы, конечно же, интересно. Потому что прошлое осталось в прошлом, наверное, да. Мы все надеемся и верим в ближайшую, там, победу, в скорую. Ты сейчас ищешь, насколько я знаю, ты просто, вот то, что меня там поразило, ты и в Херсоне, находясь вот в этом всем, да, мы с Сашей созванивались, и он говорил, ну, я планирую развиваться в Европе. И сейчас ты, приехав в Хорватию, чуть ли там не в первый день, но, может, в первые дни, пошел искать уже локации, смотреть, ну, присматривать. То есть ты, я не знаю, ты там верил, не верил, будешь ли ты там открывать именно в Хорватии, да, но не важно. То есть ты пошел заниматься привычным для себя предпринимательским делом, искать, смотреть места, смотреть локации. Вот. Расскажи немножко о том, как ты видишь для себя именно, для своего бизнеса рынок Европы, вот, и давай поговорим о том, насколько нас там ждут или не ждут с нашими сушами. Я тебе скажу так, что для себя я вижу рынок Европы, и, знаешь, как говорится, другого пути нет, да, надо брать и действовать. Что надо говорить, там, оценивать, читать, не оценивать. Ты бери, доделай, да, и все, оно будет, и все, оно пойдет. Просто тут моделью мы двигаться будем как раз классического франчайзинга, когда мы ищем партнеров, и сейчас мы ищем партнеров, как и франчайзи, которые готовы будут заниматься, да, как у Рэй Крока, да, когда он находит партнера, который готов и там картошку чистить, и пол мыть, да, который тоже готов, будет гореть делом. То есть я с таким человеком хочу работать и буду работать с таким человеком, который вложит деньги и будет сам там стоять, там, и администрировать, и, ну, полностью пройдет этот процесс. Также мы ищем и локальных партнеров, да, которые готовы будут этим всем управлять, то есть уже привлекать инвесторов и методом классической, управленческой франшизы этим заниматься, как мы по управленческой франшизе работаем в Киеве начинали, просто такой человек построить всю эту структуру там, вместе со мной. То есть мы здесь смотрим как бы глобально на все страны, то есть будем, вот сейчас мы там ведем переговоры с Польшей, есть у меня там потенциальные, да, там ребята, я сейчас в Хорватии нахожусь, есть тут тоже как бы что делать, есть с кем общаться, и потихоньку общаемся, да, и есть уже предпосылки к действиям, на самом деле есть уже там большие предпосылки к действиям, мы будем уже сейчас, я думаю, скоро подписываться и действовать. Хорошо, а ты можешь, насколько ты изучил рынок, вот свой рынок суши, да, продажа, производства, доставка в Европе, то есть что ты о нем можешь сказать? Потому что мы знаем, что в Украине этот рынок развивался бурными темпами там последние, не знаю, там 15 лет, ну, да, были эти, то есть мы как бы дошли до очень высокого уровня, я тоже это знаю, вот, и по стоимости, и по качеству невероятно просто, учитывая, что Украина никогда там не водился в ней лосось в промышленных масштабах, вот, это очень круто, да, то есть мы большие молодцы в суши, а вот в Европе, что, какая ситуация? Вот ты сказал 15 лет, вот я тебе скажу так, что вот вернись на 10 лет назад, вот примерно тут так же. Те суши, которые здесь я брал, пробовал, ну, это одно название, там нет ничего абсолютно такого, что бы там восхищало. Маленькие, вот эти вот несчастненькие, да, какие-то? Маленькие, корявенькие, соленые, некрасивые и прочее, да, то есть я был и тут, и в Задаре пробовал, и в Загребе я был, пробовал, делали аналитику по рынку Польши, я не видел там конкурентов сильных, ну, как бы, ну, там они вообще какие-то другие на самом деле, то есть не знаю почему, может, так привыкли они, что ли, есть? Ну, Польша по развитию, конечно, чем Хорватия в этом плане, как бы там есть рынок. А скажи, может не спроста это, то есть, знаешь, вот я большой оптимист вообще внутри, но при этом очень хочется, чтобы наши ребята не, как это я называю, перевозбудились от возможностей в Европе и не пришли туда с нашими продуктами, услугами, которые там придется очень долго приучать. И вот к тебе вот суши в Европе это минус 10 лет опыта украинского. Ждут ли нас там, вот реально? Ты общался с клиентами, не знаю, с какими-то местными, локальными ребятами, насколько они ждут? С местными, с кем я общался, кому я показывал проект, они, конечно, в восторге, они говорят, у нас такого нет, вау, круто, интересно. Ты знаешь, я считаю так, что, ну, Европа, это ж не пустыня, да, где там, словно, там верблюд только ходит, да, это, ну, это большой рынок, просто рынок здесь, он достиг какого-то своего такого пика развития и, знаешь, мне нравится всегда поговорка, да, вот какие сблохи в банке, да, когда вот ты там банку ставишь, они прыгают, да, прыгают на одном уровне, банку убираешь, они на том же уровне и прыгают, да, то есть, как бы, у них не было свежих мозгов, свежих вливаний, как мне кажется, да, вот интеллектуальных. И мне кажется, их просто тут устраивает так, как оно есть. Заказал кофе в чашечке, взял сигарету, как бы, взял какую-то, сделал более-менее, там, похоже на сервис, выпечек, тут много булочек, да, но здесь такого продукта, как у нас тут нет, не только суши. Ну, ты попробовал бы тут сок, я скучаю за нашей Сандорой, ты бы попробовал тут воду, я скучаю тут за нашей Моршинской, да, я молчу здесь за айтишку вообще, тут айтишки просто нет, тут такого понятия нет, тут даже не все работают на экварингах, тут, ну, тут все еще за наличку, да, там большинство, наверное, 50 рассчитывается. При этом, что, ну, Макдональдс здесь, ну, Макдональдс здесь, так как компания такая серьезная выглядит, солидная, хотя у нас это ресторан третьего сорта в Киеве, да, то есть, как бы туда, там, ходят, там, знаешь, как такое перекусить, а тут прям, тут прям на таком на уровне, при том, в городе, где я нахожусь, тут их два, да, Макдональдса. Я заходил в Бургер Кинг, я что-то от Бургер Кинга ожидал более такого глобального, ничего я не увидел абсолютно, да, и, как я тебе скажу, я думаю, что здесь надо начать, здесь надо показать уровень, и он должен у них вызвать какой-то определенный, знаешь, лау-эффект. Вопрос того, что, как это сделать, да, если сделать это с франчайзей, это, конечно, проще человекам, которые знают законы, там, и все остальное, сделать самому, это, конечно, сложнее, потому что мы сейчас там с законными, там, аспектами, там, разбираемся, да, и, там, есть там ряд вопросов, ну, я думаю, найдем какие-то ответы. Мне кажется, их просто, знаешь, устраивает так, как есть. А любой наш ресторан, там, среднего уровня, даже, наверное, не киевский, да, а, там, региональный, да, даст фору тут любым заведениям, которые тут у них есть, даже самые топовые. Давай поговорим теперь непосредственно, ну, как бы о франшизе, то есть, сколько нужно денег, чтобы открыть, то есть, насколько это отличается вообще экономика от украинской, да, окупаемость, инвестиции, в целом сложность запуска, то есть, что ты ждешь, то есть, от своего франчайзи. Ну, давай начнем с цифр. Ну, смотри, мы модель тут будем масштабировать, это модель фишбаров, которую мы с тобой снимали с последнее время, там, где у нас есть суши, есть вок, есть бургеры рыбные, то есть, такое больше там на рыбу, морепродукты. Стоимость его мы поставили, там, порядка, там, совсем с полушальным, совсем порядка 60 тысяч евро. То есть, ну, это все тоже зависит, знаешь, как помещение нашли, там, пустое помещение, да, ремонт с нуля сделали, нашли помещение, которым есть пол, потолки, какая-то коммуникация, это дешевле, то есть, тут надо еще смотреть от этого всего. Поэтому, да, понятно, строительные работы здесь немножко дороже. Но тут и строить-то особо некому, потому что тут людей-то нет. Тут, знаешь, свои есть тоже нюансы. Это не у нас, там, любых строителей взял, там, быстро очень. Нет, тут есть свои нюансы. Поставили такую сумму, сделали небольшой, там, сделали плюс, но там посмотрим, когда откроем первое, будет уже видно. То есть, вы, в первую очередь, метите на Польшу, да, и на... Ну, Польшу, думаю, Польшу и Хорватию, да, да, Польшу и Хорватию. Если будут находиться партнеры, из других стран Европы, Австрии, Германии, Испании, кто будет заинтересован развивать компанию, мы будем, ну, развивать ее там. Мои функции немножко уже не в том, чтобы там ходить открывать магазины, да, мои функции в том, чтобы работать с локальными партнерами, да, и рассказывать им, как делать, как открывать магазины, давать им рабочую схему, консультировать им, подсказывать, как быть, да, то есть, полностью передать эту книгу франшизы, да, которая уже есть, и быть, знаешь, таким консультантом на каждом этапе действия, да, как и я, так и мои менеджеры. Кстати, по книге, да, мы же когда в книгу франшизу написали с тобой, ну, больше я как-то вообще ориентировался на управленческую модель, и как-то значение этому не придавал. Ну, сделали книгу, да, и сделали книгу, да, а я сейчас месяц, чем еще занимаюсь, я пишу книгу, и пишу каждый процесс, я описываю очень детально, очень детально. Поставки, списания, там, маркетинг, систему, вот это наша учетная система, то есть, все расписываю детально. Есть книга, есть еще там миллион таблиц, да, которые нужны управляющему, нужны франшизи, есть управленческий менеджер, который расписан, то есть, я эту всю структуру отстраиваю так, чтобы полностью франшизить, дать всю необходимую информацию, чтобы у него не было вопросов, да, как вот ты взял мозаику, ты ее собрал, и ты получил картинку, да, то есть, вот так, в принципе, мы ее делаем. Часто сейчас предприниматели, которые выехали из Украины, да, в этой, скажем так, волне, да, в этот раз, в 22-м году и ранее, они интересуются, насколько там, ну, особенно новое, насколько там, то есть, что им нужно, да, для того, чтобы начать бизнес по франшизе, да, то есть, как им нужно регистрироваться, как им нужно, там, платить налоги, да, чтобы в Европе, понятное дело, это все гораздо строже, да, и сильнее контролируется. Вы этот вопрос изучали, то есть, вы готовы своему франшизе сказать, вот, что ему надо будет сделать с этой точки зрения, кем там зарегистрироваться, как, куда пойти, чтобы стать вашим партнером и начать этот бизнес легально? Конечно, все максимально полностью, все расскажем, все расскажем, все покажем. Мы специально сделали файл по аналитике рынка, то есть, это не только надо зарегистрироваться, для начала нужно сделать аналитику рынка в стране, посчитать, какая зарплата, какая электроэнергия, какая аренда, какие налоги и все, и после этого, после аналитики рынка мы уже будем делать финмодель, то есть, допустим, когда мы по Польше считали, у нас электроэнергия, по-моему, если не ошибаюсь, по 5 или по 6 гривен была за киловатт промышленный, в Польше это 9 гривен киловатт, то есть, как бы, ну, электроэнергия, она дороже, но при этом аренда, как оказалось, дешевле. Ты знаешь, что меня радует, что меня нарадует? Вот я, как бы, общаюсь же с беженцами, да, украинскими, но не с теми, которые, там, к сожалению, выехали, не очень понимая, там, как и где они будут жить, а вот с предпринимателями, да, и они, они на удивление действительно показывают качества, которых в Европе не ждали, не ждали от нас такого отношения к качеству, не ждали от нас такого отношения к, вообще, к бизнесу, да, настолько, настолько, настолько большой глубины, настолько, ну, настолько, там, серьезных технологий в работе, да, ты отметил, что айтишки здесь в Европе нету практически. Они не ждали, что мы выехали, многие, да, не все, конечно, далеко не все, но какая-то часть выехала не от бедности, а от просто войны. И у них есть деньги, у этих предпринимателей в Европе, они готовы инвестировать. Они, кстати, что самое интересное, не хотят сидеть на этих деньгах, там, тратя их, там, на, там, на развлечения, на, там, покупая себе этот вынужденный дорогой отпуск. Они готовы, они хотят дальше работать. Да, и это очень круто, и это значит, что у наших франшиз, украинских франшиз, да, есть шанс продолжить, начать, точнее, да, экспансию по Европе как раз вот с нашими ребятами. Поэтому, не знаю, я тут очень хочу мотивировать тех из вас, кто смотрит сейчас, кто находится в Европе, обратить внимание конкретно на проект Форелис, потому что Саша сделал, и команда, и партнеры его, да, конечно, сделали очень крутую историю в Украине. Я лично ее, там, и на вкус попробовал, и на цифры, да, то есть посмотрел на бизнес изнутри. Я очень верю в этот проект, поэтому, там, оставляйте заявочку, если вы хотите, пообщаемся, посмотрим, что мы можем сделать вместе с вами. Возможностей в Европе, ну, действительно колоссальное количество, то есть мы, мы, мы лучше в сервисе, лучше в тех вещах, о которых кто-то что сказал. И, и мы можем, можем порвать Европу, я это уверен, в хорошем смысле, конечно, предложив местным, конечно же, там, местным, да, то есть мы не только рассчитываем на, на экспатов, конечно, то есть мы рассчитываем на местных, на, там, на поляков, на хорватов, на немцев, на испанцев, вот, мы рассчитываем на них, и мы предложим им то, что, то, что нужно, что они будут покупать системно. Поэтому исторический момент в истории украинского франчайзинга, он захватывает Европу, это очень круто. Я буду всеми силами способствовать тому, чтобы такие проекты, как Форелис, развивались, находили свои, ну, открывались, находили своих, там, и клиентов, и партнеров. Поэтому, друзья, очень, Саш, спасибо тебе большое. Может, если ты что-то еще не успел сказать, скажи, но спасибо тебе, что поделился своей историей, и зарядил нас всех тем, что жизнь продолжается, и бизнес тем более. Да, конечно. И, знаешь, я скажу, что у меня вот такое беспокойство внутреннее за тех моих людей, которые в Украине, да, потому что людей надо, и команду надо обеспечивать. Это тоже двигатель определенного рода, потому что здесь нельзя сидеть там на одном месте ровно, да, и ждать чего-то, что тебе дадут. Нет, надо двигаться, надо брать и двигаться, надо развиваться, надо зарабатывать, потому что команда большая, у нас в Киеве большая, команда ее нужно кормить, потому что сейчас доходы, конечно, по Киеву не упали. И, я же говорю, тут, как мы говорили про Европу, про уровень, да, там мы уже, ну, мы далеко уже ускакали. У нас за счет нашей сильной конкуренции, у нас мы, наверное, и достигли того, что мы имеем. Вот ты даже, я тут обратил внимание, знаешь, на что? У нас в Украине, да, супермаркеты, там, для бедных, это Б, да, супермаркеты для среднего, среднего плюса, нового, супермаркеты для богатых, это Goodwine или, там, Лесельпо, да, то есть у нас уже все на сегменты поделено, там, условно, там, наши суши средний, средний плюс, есть там низкий ценовой сегмент, есть высокий, а тут у них супермаркеты, все, все на одном, тут нет вот этой прослойки ценовых сегментов, тут нет позиционирования какого-то. Я думаю, что они траут, а тут и близко не читали, они не знают, кто это такой. Если им сказать за каких-то бизнес-консультантов, коучах, я думаю, что это еще просто сюда не придет лет 10 как минимум. То есть у них так, у них все ровно, у них спокойно, кофейку взял, сигарету взял, да, там, посидел в заведении, и тут такой еще прикол, если тут курят, то тут нельзя есть, но много таких нюансов, конечно, я думаю, что если мы не только мы зайдем, да, если мы зайдем, и не только мы, я думаю, что мы намного тут повысим уровень, они тут прям, я думаю, что европейцы задумаются об уровне обслуживания, об уровне качества своих продуктов и всего остального. Я, может, конечно, где-то страны есть, конечно, да, там топовые, но я, вот сколько я был. Да, где-нибудь в Лондоне. Может, Лондон, да. Вот Лондон, Америка, да, это да, там США, Лондон, это, конечно, когда наши все рестораторы едут в Лондон, он потом что-то привозит, да, Лондон может быть и да, то есть я не сомневаюсь, но остальные... Ты знаешь, вот ты сказал, что нашим стимулом была конкуренция, это само собой, но я все-таки считаю, что помимо того, что у нас там был конкурентный рынок, у нас в целом другое отношение к своему бизнесу, другое отношение к тому, насколько ты должен в нем погружаться. Ты знаешь, я тут общался недавно с испанцем, с испанкой, и она спросила у меня, а как вы, как вообще украинцы, они работают, да, ну, то есть какой у них там, какой у тебя режим работы, режим жизни, да. Я говорю, ну, бывает в 12 ложусь спать, работаю, ложусь спать. Она искренне удивилась, она спросила, почему, да, почему, почему, почему вы так любите работать, вот. И мне кажется, вот это вот все-таки основное, то есть наше отношение к себе, к своему бизнесу, к работе, к какому-то, не знаю, там, ну, может пафосно будет звучать, самопожертвованию в этом смысле. Я вот добавлю, я добавлю прямо слово с языка, мы всегда голодные были. Мы всегда были голодные. Ну, даже, даже когда мы не были голодные, мы все равно им и оставались, да, это как Стив Джобс, да, говорил, оставайтесь голодными. Вот, и мне кажется, в этом смысле украинцы дадут фору в Европе и не только. Поэтому, Саш, тебе, ну, мы точно с тобой еще не прощаемся, я имею в виду, на нашем канале, я уверен, мы еще будем рассказывать историю вашего развития, да, что будет происходить с Форельсом дальше. Мы очень, мы очень переживаем, очень желаем удачи ребятам, которые остались в Киеве, ребятам, которые остались в Херсоне, вот. Если вы смотрите, вдруг, если кто-то, да, дай бог вам здоровья и мирного неба. Вот, Саш, спасибо тебе за это, не знаю, интервью, не интервью, просто дружеская беседа с тобой, вот. Спасибо вам. Был рад тебя всегда слышать и, друзья, вам тоже подписываемся, будет дальше, дальше больше, дальше больше историй, дальше больше, я уверен, побед. Субтитры сделал DimaTorzok